Девушки отдыхают Девушки отдыхают Помните, я вам обещала, да? Эфесянам, 6 глава С 25 стиха Эфесянам, 6 глава, с 25 стиха Здесь написано Мужья, любите своих жен Как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее Сначала все прочту Чтобы осветить ее, очистить баней водную посредством слова Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока Или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна Так должны мужья любить своих жен, как свои тела Любящий свою жену любит самого себя Ибо никто никогда не имел ненависти к собственной плоти Но питает и греет ее, как Господь церковь Я увидела в этих стихах уникальные вещи О которых хочу сейчас поговорить, а потом будем молиться Первая Первая мысль, с которой я хочу начать Никто никогда не имел ненависти к собственной плоти Но питает ее, греет ее, как Господь церковь Так должны любить мужья своих жен, как свои тела Любящий свою жену любит самого себя Как будто бы Дух Святой через Слово Божие Рассказывает какую-то очень уникальную, глубокую истину Он говорит, как бы поучитесь у мужчин Вот согласитесь Вот там написано про мужчин Он говорит, мужчины, знаете, как женщину надо любить? Как свои тела вы любите? Самое же важное для мужика Поесть и что? Две потребности Поесть и сексом позаниматься И им вообще все равно Плохое у них настроение Ругался он с утра с тобой, не ругался Да? Ну кто же замужем здесь? Да? Вы понимаете, о чем речь идет? Он не обидится и не сядет Я сегодня не в настроении Я есть не буду И уникальный еще момент там написан Смотрите Ибо никто и никогда Здесь, наверное, идет речь о мужчинах Не имел ненависти к собственной плоти Потому что я знаю миллион женщин, которые ненавидят собственную плоть А вот мужчин редко я встречаю, которые себя ненавидят Стоит мешок И любит себя Красавчик он Не, ну так, согласитесь А сколько я вижу женщин Красивая, достойная, великолепная И стоит Лицо называет мордой Да? Ноги Ляхи Или култышки Что-то я еще слышала, какие-то выражения Заготовки Давайте поспоминаем Я сегодня купила крем для своей морды Она говорит мне Красивая девушка Я говорю, для чего? Для морды Я никогда не услышу Я тут недавно решила мужа сводить к косметологу Но у него вот эти синяки под глазами Говорю, пойдем подколем Он пошел На консультацию Лежит И доказывает косметологу, что у него Удивительная внешность На что косметолог ему сказала У вас реально удивительная внешность Идите с миром Он встал И пошел Счастливый И синяки уже не синяки Ну и я правда смотрю Да думаю, да ладно уже Синяки эти А женщину Смотришь на нее Думаешь, вот повезло же Вот повезло же Кому-то же с такой внешностью Она думает Блин На сайтах лазит Как нос изменить Как губы поддуть Как морщин избавиться Как Да? Женщины ненавидят собственные тела Я думаю В данном контексте Речь идет о мужчинах Никто же Видно, Бог говорит Через Слово Божие К ним, к мужчинам Мужики Ну вы же собственные тела Любите? Обожаете просто Так вот К жене надо так же относиться Так вот смотрите Но так как мы живем И нельзя В таком обществе Где Нельзя сказать Кто прав, кто виноват Нельзя сказать И сегодня я не хочу Искать виноватых Сегодня я хочу Чтобы Было много исцеленных Это уже все равно Кто виноват Смотрите Такая закономерность Мужчина не любит женщину Так, как должен любить Женщина Она становится Там написано Она должна быть святая И не порочная Она становится порочной И не святой И она что? Она потом рождает Нового мужчину Которого разрушает Чтобы тот опять Уничтожал дальше женщину Где? Где начало? Где поймаем? Кто виноват? Так вот Виновных искать В данном контексте Не будем А просто давайте посмотрим С 25 стиха Мужья Любите своих жен Как Христос Возлюбил церковь И предал себя За нее Другими словами Он стал Заместительной жертвой Он сказал Я виновник Первый ключевой момент За что мы будем Сегодня молиться С женщинами Девушки За вас Это за то Если ты знаешь Что в твоей жизни Есть мужчины Которые тебя предавали Может быть Это твой отец Когда он вынужден Когда он должен был Заступиться за тебя А он Отошел в сторону Он не предал Себя за тебя Или это реальное Предательство Когда ты Строила взаимоотношения Ты любила А он предал Он сказал Ты во всем виновата Я пью Потому что ты виновата Я колодца пошел Потому что ты настроение Мне испортила А курю я вообще Потому что Ты мне мозг вынесла А порнографию я смотрю Потому что Ты у меня Не порнография дома Вам это знакомо? И что происходит? И у женщины Чувство вины Эдемский сад Давайте прийдем туда Что произошло В Эдемском саду? Адам сказал Слушай Он Это реальный еврей В одном предложении Унизил двух ключевых людей Вернее Двух ключевых личностей В своей жизни Потому что Бог не человек В одном предложении Это жена Которую ты мне дал В нескольких словах Ключевой момент Короче Жена Нехорошая И вообще Она нехорошая Потому что Ты мне ее дал А ничего Что я ее Из тебя достал Мы Лишь только Часть Той природы И поэтому Многие из нас Преданы Изначально Мужчинами Вообще Все наши проблемы Из-за них Вырежите это Шучу Пусть слушают Ну ничего Мы не будем сражаться Мы будем исцеляться Амен Нам будущих мужчин рожать Нормальных мужиков Воспитывать Я не смогу Воспитать достойного Мужчину Если я злюсь На мужчин Которые меня предавали Я же буду Воспитывать Изверга Который будет делать То же самое Что делали со мной Боль порождает боль Боль не может Породить любовь Боль породит боль Так Вы знаете Как это происходит Я себя как-то раз поймала Это когда Мой давочка Рос Подрастал И такая фраза Всегда звучит Преданная женщина Всегда знаете Что говорит Ох сколько девок То за тобой Бегать будет Ох сколько То судеб То ты разрушишь А что мы говорим Девок Сколько за тобой Бегать будет Это о чем Это А мы же тоже Однажды были В этой колее В этом стаде Девок Которые бегали За каким-то мальчиком Которому мама Объясняла Что мать одна А жен может быть много Согласитесь Это в прошлом Такая же Преданная женщина Которую предали Вот и все И поэтому Она как бы Любит своего сына Но порождает Кого? Будущего предателя Который будет Предавать Девушек Будущих матерей Которые Не будут Доверять Мужчинам Которые будут Говорить Да все На мужиков Вообще Надеяться Нельзя Надо надеяться На себя И сегодня Они Сочиняют Стихи Уже Несколько Столетий Будь Пожалуйста Послабее Так Будь Пожалуйста Посильнее Я буду Послабее Не проблема А в чем Твоя сила Брат Не в мордобитии И не в накачанных Мышцах А когда нужно Встать за меня Выйти вперед И сказать Даже если Она тупит Немного Слушайте Это моя тупость Амэн Это моя тупость А не стоять И не смеяться Вместе со всеми Да это моя жена Дура И рассчитывать Потом Что она будет Такая нежная Пушистая На что Рассчитывать Вообще Жалко Мужики Не слышали Вы не вздумайте Им дома Рассказывать Они вас В женскую церковь Не пустят Больше Я просто Хочу Достать корень Я не хочу Сейчас Обозлить тебя Против мужчин Я знаю Что Есть Иисус Христос Если за тебя Не вставал Никакой мужчина За тебя Встал уже Иисус Христос И уже Из-за того Что он стоит За тебя Он может Доказывать тебе С неба Как он о тебе Заботится И в этот момент Будет исцеляться Твое сердце Если ты будешь Сейчас искать Кто прав Кто виноват Ты потеряешь Пол жизни Ты никогда Потому что Глупо Обижаться На этого Мужика Который Тебя предал Он просто Лишь Продукт Боли И глупо На него Обижаться Он тоже Недолюбленный Человек Недобаюканный Мамка Недобаюканный Недолюбленный Брошенный Поэтому тебя Отвергают Все очень Банально На самом деле И у нас Не задача Сегодня Обижаться На мужчин У нас Задача Сегодня Сместить Свой взгляд И сказать Слушай Если В физическом Мире За меня Мужчина Не заступался И не вставал Вперед И не защищал Меня И не предал Себя За меня То у меня Есть Иисус Христос Который Предал Себя За меня И это Правда Амин Еще Момент Двадцать шестой Стих Чтобы осветить Ее И очистив Баню Водную Посредством Слова Я верю Что сегодня Духи нечистые Будут выходить Из чьих-то ушей Вы знаете Что у нас В ушах Сидят Злые слова Сказанные Отцами В нашу жизнь Сказанные Мужчинами В нашу жизнь Которые Нас связали И поэтому Сегодня Небо кричит Тебе Говорит Я так Тебя люблю Милая моя Драгоценная А у тебя Вот здесь Такие вот Пробки Ты не слышишь Этого Потому что У тебя там Другой звук У тебя Другие мысли О себе Поэтому мы Реально Тут говорится Никто ненавидит Свои собственные Тела А почему А почему Я всегда Сражаюсь С ненавистью Внутри К самой Себе Объясните Мне Это Каждый день Я с этим Сражаюсь Я Если я С этим Сражаюсь И ты С этим Сражаешься Все С этим Сражаются Уж Какая У женщины Сама Оценка Ниже Плинтуса Поэтому Медицина Хорошо На нас Зарабатывает В любом Его проявлении Нам Не так важно Что у нас Какие органы Внутри Нам важно Что у нас Снаружи И знаете Что самое Интересное Пределу Этому Нет Знаете Что это Целое Заболевание В пластической Хирургии И вообще Во всей Этой теме Если человек Всевнутренне Не принял То ты Хоть ему Семь носов Сделай Разных Каждый день На вынос Какой Съемный Не поможет Человек Будет Жаждать Восьмой А потом Девятый И так До бесконечности Пределу Этому Нет Все Проблемы Изнутри А знаете Почему Вот Представляете Что вспомнила И я Вспоминаю В своей Сейчас у меня Вика Это проходит И я четко Это вижу Она подходит Ко мне Как любая Женщина Которая ненавидит Собственное тело Соня Соня Такая Красивая Я чую Подход Уже Пошел Знаешь Как мы К мужу Подходим Сажина Ольга Такая Красивая Сегодня Была А на самом деле Если он Ненормальный Вдруг Скажет Реально Все Врага Нажил Я же Сажину Буду Смотреть По-другому Каждый День Я то в этот Момент Когда говорю Так Я что Говорю Я просто Честно Не могу Тебе сказать Скажи мне Комплимент Я тебе Намекаю А ты Скажи Нет Сажина Она была Не такая Красивая Вот Ты Была Сегодня Красавица А что Недобаюканный Мужик Говорит В лучшем Случа Ничего В худшем Случа Начинает Приглядываться К Сажиной Ну Согласитесь Они же Наших Этих Уловок Не понимают Ну Хорошо Что Вот Я Мама Женщина И Ко мне Женщина Маленькая Подрастающая Подходит И Говорит О Соня Милиных Такая Красивая Я говорю Да Да Я не вижу Ничего Там Особенного Но Нормальная Соня Вот Ты У Меня Красавица Ты Так Считаешь Я Говорит Да А Сонина Мама Наверняка Если Ну Сонина Мама Мудра Что Скажет Да Ничего Особенного В этой Пронькиной Нет Вот Ты У Меня Красавица Так Когда У Меня Был Этот Период Взросления Я Никто Никогда Не говорил Ничего Про Мой Нос Никто Никогда Но Вдруг Однажды В зеркале Я Я Увидела Длинный Нос Где Я Его Там Увидела Я До Сих Пор Думаю И И Всю Свою Подрастающую Молодость Я Мечтала Сделать Пластику На Нос Если Бы Рядом Со Мною Оказался Человек Который 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 Сказал Мне Слушай У Не Думал Что у меня могут быть проблемы с носом Ну Уж Точно Не С Носом Вы Понимаете В чем Была Проблема Проблема Была В том Что Я Кроме Как Женька Овца Пустоголовая Я Ничего Толком То И Не Слышала У Нас Как У Нас Только Ж Ругают У Нас Ж Не Хвалят И Вообще Не Принято Хвалить Человека Еще Вас Гордиться Не А Слово Божье Все Пропитано Пророчеством 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 Что Ты Будешь Великим На Земле Пророчеством Что Я За Тебя Народа Отдам Пророчество Что Я Подниму Тебя Ты Будешь Рождать Даже Не Вынашивая Детей Просто На Следующий День Почитайте только Исаию Одна Исаия чего стоит Но проблема в том, что мы это не слышим Мы даже к себе это не примеряем Почему? Потому что у нас тут кляп стоит Потому что кто-то нам кричал в уши другое Кто-то нам говорил другое А есть другая история Когда тебе вообще в принципе никто ничего не говорил Это в принципе одна и та же медаль с двух сторон Отсутствие слов, молчание Это тоже действие И очень разрушительное Дети детского дома На руки не берут Слов добрых не говорят Дабы не привыкал Так? И сегодня Столько разрушенных женщин И вообще не важно какая у тебя внешность Это же все изнутри Это боль Это кричит внутри И поэтому сегодня, когда мы говорим Я жажду тебя, я жажду тебя А вот у меня такая реальность приходит Так многие даже не знают этого чувства Оно незнакомо им Как можно жаждать того, чего ты никогда не чувствовал? Многие женщины даже не знают, что такое Вот эти вот Вот эта забота с неба Эти переживания Я, когда пришла в Дом Божий Я тоже не сразу начала это чувствовать Нет, у меня были какие-то переживания Но настоящие переживания в Боге Начались после освобождений Когда вот эти вот из меня Вытаскивались эти все вещи Когда разрушались все негативные слова Сказаны над моей личностью Когда разбивалось это все Вот тогда начинались настоящие взаимоотношения с Богом Тогда любить легче Когда с тебя все это снято Тогда и сегодня я не просто в это верю Я знаю это Я знаю всей своей физикой Каждой клеткой вот этого естества Я знаю, что Бог есть, Он живой И Он вступился за меня Он вступился за меня И в этом есть великая сила Амин И последнее Смотрите Из-за отсутствия Из-за отсутствия Хороших слов в нашей жизни Или из-за присутствия Негативных слов в нашей жизни Мы сегодня не слышим голос Божий А если и слышим, то мы не верим Что это по отношению к нам Вот и все И это ключевая проблема Каждой женщины И поэтому дорогие мои милые девочки Или женщины Кто не замужем Если планируете выйти замуж И если мужчина Вас уже материт До свадьбы Умоляю, не питайте себя иллюзией Вы не сможете жить с таким мужчиной Словами можно разбить вообще все Если мужику слово скажи Он забыл Он напрягется, чтобы вспомнить Женщине Женщине Могут И не такие Дали бы побольше повынашивать Родила бы вообще богатыря Да? Так же это происходит? У нас же там магистрали Там другая история Но так вот Слова Это ключевой момент Вы знаете Мне повезло Реально Я тогда этих вещей не знала Но я вышла замуж За человека У которого чистые уста Чистые уста Он меня всегда черноротой называл Потому что я унаследовала грязные уста Ох, меня если разозлить По сей день Иногда могу такое сказать Но уже сейчас полегче Спустя 15 лет Да Он Маша знает Она замужем за моим братом А он унаследовал то же самое Поэтому когда мы в пылу Это опасно Подходить близко Можно такое услышать Разочаруешься в христианстве Вот Поэтому Поэтому Я скажу так Меня реально муж исцелил Просто своими чистыми устами Когда меня несло Его не несло И он меня реально исцелил Он наоборот подойдет ко мне Он единственное Спустя долгие годы Однажды мне сказал Ты что дура И так как-то сказал Дура так Знаешь Цивильно Я говорю Что ты меня оскорбляешь Аж смешно мне самой стало До этого я его там знаешь И в хвост и в гриву Как говорят Да А он мне такую фразу сказал Потому что когда ты не слышишь Из уст человека Таких слов Для тебя это слово Гремит громче грома Так вот Меня исцелил его чистый род Есть женщины Которые может быть Это не так Не так болезненно Или ты выросла в семье Когда тебе только говорили Самое хорошее Этот сосуд наполнен В твоей жизни То хорошо Ты исцелишь его Но если ты Болезненно к этому Относишься То не вздумай Связывать свою жизнь С человеком Который не готов Обуздывать свой род Ну а если уж связала Сражайся детка Это можно победить У нас будет в четверг служение Завтра Будет служить Семья Волковых Первый год Там было такое Да Мой брат черноротый Разрушал Машу на основании Но у них есть ключи К исцелению Если тебе это интересно Приходи Так вот И последнее Можно уже выходить Давайте будем сейчас Нагнетать атмосферу Молиться Сейчас будем разрушать это Так должны мужья А вот Чтобы осветить ее Очистив баню водную Посредством слова Чтобы представить себе Славную церковь Не имеющую Не имеющую пятна И порока Вы представляете Пятна и пороки Можно снять словом Вы представляете Вы представляете Что такое пятна Это когда тебя замарали Замарали тебя Ты была в чистой одежде А тебе кто-то поставил пятно Наверняка Наверняка у каждой из нас Кто-то не знает об этом Как он ходит Спокойно ходит И поворачивается А даже если у него нет пятна А ему кто-то скажет Что у него пятно Как он будет ходить Вот так Спотыкаться Падать Ну глупо себя будет вести Привлекать взгляды всех Он будет прятать А все будут вот так заходить И смотреть Что-то что-то прячет Согласитесь Сколько таких пятен На нашей душе Сколько И мы думаем Почему в мою жизнь Приходят эти Плохие люди Да потому что Пятна привлекают Без пятна и порока Порок Это когда врожденная Какой-то уже Врожденный дефект Нас всех изогнули В детстве Мы все с вами Наследники Каких-то дефектов Ну представляешь Пятна и дефекты Даже доставшиеся породу Могут исцелиться Посредством слова Вы представляете Это удивительно Поэтому слово Божие говорит Мы можем все Формировать словом Да будет Да будет Да будет Мы можем говорить себе Что-то новое И в этот момент И в этот момент Исцелять Свои дефекты Смывать Эти пятна В этом есть Великая привилегия Женщин Которые знают Бога Живого Реального Бога Который не умер За соседа А который Умер и воскрес Ради меня Лично Меня Моей судьбы Моей жизни Амэн Давайте Встанем Каждый день Я получаю письма Где вы меня Благодарите За мое служение Дорогая моя сестра Я приглашаю тебя Стать частью Этого служения И нести вместе Со мной Эту великую Миссию На этой земле Стань частью Партнерского служения Субтитры создавал DimaTorzok